Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию Полиция и спецслужбы силовые структуры Полночь 5, 17 июня 2019 года В вопросах оружия нет мелочей и исключений Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию Фото, Валерий Маицин, ТАСС Сегодня около 4 миллионов россиян имеют разрешение на хранение оружия У них на руках более 6,6 миллиона единиц огнестрельного, газового и холодного оружия Контроль за его оборотом одна из главных задач Росгвардии Стоит ли ожидать изменений в оружейном законодательстве? И чего ждать владельцам оружия ужесточения или либерализации? Об этом и многом другом директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ленты.ру Игорю Надеждину Основный стиль работы профилактика Лента.ру Прошлогодняя трагедия в Керченском колледже, где студент совершил массовое убийство, шокировала всю страну После нее президент поручил усилить контроль за оборотом оружия К чему готовится владельцам гражданского оружия? Виктор Золотов Сегодня в стране около 4 миллионов человек имеют разрешение на хранение и ношение оружия Абсолютно их большинство законопослушные владельцы, которые соблюдают все требования Поэтому основный стиль нашей работы профилактика и недопущение угроз конкретному гражданину, обществу и непосредственно государству Принципиальных изменений в федеральный закон об оружии ждать не стоит Наши специалисты проводят значительную работу по подготовке и реализации точечных изменений в некоторые нормы действующего законодательства Но они направлены в основном на уточнение правовых норм и устранение существующих пробелов в правовом регулировании К этим вопросам мы подходим взвешенно, планомерно и последовательно, в рамках предусмотренных регламентирующих процедур и предоставленных нам государством полномочий Естественно, при активном участии общественности, профессионального сообщества, представителей СМИ и граждан Конечная цель этой масштабной работы создания и поддержания на должном уровне баланса интересов всех заинтересованных субъектов оборота оружия Граждан, среди которых как владельца оружия, так и те, кто не имеет к его обороту никакого отношения Отечественные предприятия оружейной отрасли экономики и торговли оружием Юридические лица с особыми уставными задачами, использующие оружие в своей деятельности Спортивные федерации стрелковых видов спорта, спортивные организации, охотничьи хозяйства и другие субъекты Что касается поручений президента Российской Федерации, данных после трагических событий в Керчи То они оперативно проработаны и предлагаемые решения представлены в установленные сроки Они полностью соответствуют не только тем ожиданиям общества, которые рациональны и публично обсуждались после событий в Керчи Но и тому балансу интересов, о котором говорилось чуть выше Справка ленты.ру По данным Росгвардии, владельцами оружия в Российской Федерации стали 3 935 113 человек У них на руках находится 6 619 861 единицы гражданского оружия Из них 969 807 нарезного, 4 409 541 гладкоствольного, 925 447 единиц оружия ограниченного поражения А также 309 509 газовых пистолетов и револьверов и 5557 единиц пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 G Вопросы решают, не выходя из дома Росгвардия постоянно работает над развитием оружейного законодательства Как ей помогают в этом эксперты, а также общественные и спортивные организации Фото, Росгвардия Виктор Золотов во время рабочего визита в Турцию осматривает оружие, состоящее на вооружении сил правопорядка этой республики В состав советов, включая созданные при округах Росгвардии В качестве экспертов входят представители 100 общественных и спортивных организаций, осуществляющих деятельность в этой сфере Это весьма авторитетные организации, мнения членов которых учитываются При разработке стратегии развития законодательства в сфере оборота оружия Общественно-государственное объединение Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» ДОСАУФ России Общероссийская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов РСОХОТ Рыболов Союз Федерация практической стрельбы России Общероссийская спортивная общественная организация военно-охотничьего общества Стрелковый союз России Союз российских оружейников Это лишь небольшой перечень организаций, с которыми налажено практическое взаимодействие На заседаниях Координационного совета публично обсуждаются наиболее важные вопросы совершенствования государственной политики в сфере оборота оружия, с учетом экономических, социальных и иных аспектов общественной жизни. Замечу, что они обязательно рассматриваются в системной взаимосвязи с вопросами обеспечения безопасности граждан и государства. Это позволяет избежать непроработанных решений, способных расшатать достаточно сбалансированную и в целом отвечающую потребностям общества, систему правового регулирования оборота оружия и государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в этой сфере. И хочу отметить, что во всех наших лицензионно-разрешительных подразделениях удалось добиться максимально удобной для граждан системы работы, во-первых, 25 из 26 государственных услуг. Которые оказывает Росгвардия, реализуются в электронном виде. Сегодня и получение лицензии, и ее продление, и получение разрешения на ввоз и вывоз охотничьего оружия, и многие другие вопросы гражданин решает, практически не выходя из дома. В большинстве случаев гражданин приезжает к нам в подразделение только один раз получить уже готовые документы. Причем в назначенное время, то есть без очереди. И это очень важно. Это очень непростая работа. Росгвардия следит за тем, чтобы оборот оружия в стране проходил в рамках закона. Каковы результаты этой работы? В 2018 году сотрудниками подразделения лицензионно-разрешительной работы проведено почти 4 миллиона проверок владельцев гражданского оружия. По результатам выявленных нарушений аннулированы 49 тысяч лицензий и разрешений. Но граждане только часть нашей работы. Закон возложил на нас обязанность контролировать торгующие оружием организации, частные охранные структуры, ведомственную охрану, юридических лиц с особыми уставными задачами, спортивные образовательные учреждения, имеющие оружие. Всего более 10,5 тысячи юридических лиц, из которых более тысячи оружейные магазины. Фото – Росгвардия. 1-2. Только в прошедшем году наши специалисты провели почти 25 тысяч проверок юридических лиц. Поверьте, это очень непростая работа. Сотрудники должны не только контролировать, но и вести профилактическую работу, разъяснять непонятные моменты, содействовать гражданам, да и просто объяснять им тонкости. Эта деятельность направлена, в том числе и на снижение риска противоправного использования и применения оружия. В связи с этим хотелось бы обратить внимание всех граждан и представителей организации на достаточно подробный массив информации по линии лицензионно-разрешительных подразделений, размещенной на официальном сайте Росгвардии. Весьма эффективно проходят городские фестивали безопасности Росгвардии, во время которых наши сотрудники проводят консультации по всем интересующим вопросам, в том числе и связанным с оборотом оружия. Можно с уверенностью сказать, что благодаря предпринятым мерам по реализации контрольных функций, а также широкой профилактической и разъяснительной работе, в прошлом году удалось на 7,9% снизить количество утраченного владельцами оружия и на 21,5% похищенного. В органы внутренних дел гражданами было сдано 69 111 единиц оружия, из них 4 308 ранее незарегистрированного. Интерес к оружию снижается. В России уже давно обсуждают вопрос о судьбе короткоствольного огнестрельного оружия. Есть ли перспективы, что короткоствол со временем разрешат для гражданского оборота? Именно здесь хочу отметить такой факт. С 2016 года мы фиксируем ежегодное снижение числа граждан, желающих стать владельцами оружия. В прошлом году минус 3,2% по сравнению с 2017 годом. Это уже тенденция, и она позволяет сделать вывод, что интерес к оружию у граждан снижается. Вопрос о разрешении гражданского оборота пистолетов неоднократно обсуждался на различных общественных площадках. Высказывались самые полярные мнения, от либерализации подходов до введения еще более строгих правил, касающихся, кстати, и других видов оружия. Оружие, о котором идет речь, является предметом, обладающим высокой поражающей силой, а также большой дальностью стрельбы. Кроме того, спортивное короткоствольное оружие смертельно опасно при использовании на близких расстояниях, а его размеры позволяют осуществлять скрытое ношение. Фото, Росгвардия. Осмотр оружия инспектором Росгвардии. 1.3. В связи с этим на протяжении многих лет наша позиция в этих вопросах, кстати, поддерживаемая практически всеми участниками Координационного совета по обороту оружия и представителями общественности, не изменилась. Существующие в Российской Федерации нормы и правила в полной мере отвечают степени опасности данных видов оружия. И, по мнению наших экспертов, доводы в пользу продажи пистолетов неубедительны. На сегодняшний день имеется достаточный выбор различных модификаций, к примеру, огнестрельного оружия и ограниченного поражения. Как утверждают некоторые, сегодня рядовому гражданину не нужно оружие для защиты от возможного нападения вооруженного преступника. В общей уголовно-правовой статистике количество преступлений, совершенных с использованием оружия, составляет мизерную долю примерно 0,3% от общего зарегистрированного количества преступлений. Не хочу быть голословным. За 4 месяца 2019 года в стране зарегистрировано 667 тысяч преступлений, из них чуть больше 2000, 2015, совершено с использованием оружия. Конечно, мы понимаем, что даже одно преступление это чрезвычайное происшествие, но в данном случае это весомый аргумент в пользу ранее принятых решений. К тому же мировой, и наш отечественный опыт, говорит, что сам по себе владелец оружия становится привлекательной мишенью для преступника. Фото, разгвардия. Оформление документов на право хранения гражданского оружия. 1.3. Понимаете, сегодня в стране всего 600 человек имеют на руках 5 единиц гладкоствольного и 5 единиц нарезного. Это почти из 4 миллионов человек. А таких, кто закрыл бы все 17 строк в лицензии, нет ни одного. Конечно, без учета коллекционеров. То есть, по нашему мнению, сам вопрос об увеличении максимально разрешенного лимита не актуален. В связи с этим, на наш взгляд, нет необходимости пересматривать правовые нормы, направленные на расширение прав граждан по приобретению еще большего количества оружия. Что касается каких-либо ограничений, то здесь также идут бурные дискуссии между сторонниками и противниками этой меры. По нашему мнению, установленные на сегодняшний день правовые нормы и юридические подходы позволяют удовлетворить запросы граждан в полном объеме. Но при этом владельцам имеющегося арсенала необходимо принять все исчерпывающие меры по соблюдению правил хранения. Наша же задача – осуществлять контроль за выполнением установленных норм и правил. Несовершеннолетние берут у родителей пневматику. Поддерживает ли разгвардия идею охоты с луками и метательным оружием? И стоит ли ожидать законодательных изменений владельцам пневматики? По первой части вопроса, в рамках предоставленных полномочий и нашей компетенции сотрудники правового подразделения и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии принимали участие в подготовке заключения правительства РФ по соответствующему законопроекту. Указанный нормативно-правовой акт правительством Российской Федерации в целом поддержан, но вместе с тем в заключении был отмечен ряд вопросов, которые необходимо урегулировать. В частности, в части, касающиеся особенностей оборота метательного оружия и критериев отнесения луков к оружию. Это сейчас прорабатываются. Что касается пневматического оружия, то Росгвардии в настоящее время не проводится работа по корректировке порядка его оборота. Эти вопросы на сегодняшний день детально урегулированы действующим законодательством и, по нашему мнению, в данный момент не требуется внесение каких-либо дополнительных изменений в соответствующие нормативно-правовые акты. Здесь необходимо добиться четкого выполнения владельцами уже установленных норм и правил. И прежде всего в вопросах обеспечения надлежащего хранения пневматического оружия. Все чаще регистрируются случаи, когда несовершеннолетние берут у родителей пневматику, которая практически открыто лежит в доме, приносит в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками, а еще хуже пытаются выяснять отношения между собой. Такие сигналы стали чаще поступать в Росгвардию и органы внутренних дел. Палка и Тарос в год стреляют. Как, по-вашему, нужно развивать оружейную и охотничью культуру в России? И какое у россиян отношение к оружию? Вопросы оружейной и охотничьей культуры тесно связаны между собой, и на них в определенной мере влияет развитие нормативной правовой базы оборота оружия. По сути говоря, чем серьезнее законодательные нормы и контроль со стороны надзорных органов за их реальным соблюдением, тем выше культура владения оружием в целом. И здесь прямая взаимосвязь те, кто рассматривает оружие как предмет насилия или предмет достижения своих криминальных замыслов, кто не соблюдает установленные законом правила и нормы, кто постоянно попадает в поле зрения Росгвардии и правоохранительных органов, тот уж точно не является носителем оружейной культуры, фото, Росгвардия. Оформление документов на правоохранения гражданского оружия. 1.3. И, кстати, замечу вот еще что, с оружейной и охотничьей культурой неразрывно связан еще ряд моментов. Оружие является для большинства законопослушных владельцев предметом гордости, источник получения положительных эмоций. Но есть и другая точка зрения, находятся те, кто рассматривает наличие оружия как источник наживы, считает стрельбу единственным выходом при разрешении бытовых проблем. Мы считаем, что профилактическая, разъяснительная и практическая работа со стороны образовательных, спортивных, военно-патриотических, охотничьих и других организаций, прививающих молодежи здоровый интерес к оружию и истории, к стрелковому спорту, к охоте и сложившимся вокруг этого цивилизованным традициям и так далее. Важный источник формирования оружейной культуры. И в это должны вносить свой вклад все правоохранительные органы, а не только федеральная служба. Путем проведения профилактических, воспитательных и разъяснительных мероприятий. В этом плане весьма эффективен опыт сотрудников специальных подразделений Росгвардии. Когда на мероприятия в отряды приглашается молодежь, где наши инструкторы знакомят подростков с техникой и вооружением. Ажиотажного спроса мы не увидели. Как Росгвардия контролирует производство частей к патронам, находящихся в гражданском обороте. До недавнего времени закон предоставлял гражданам право самостоятельно снаряжать патроны только к гладкоствольному длинноствольному охотничьему оружию. Но с 16 января 2019 года вступил в силу федеральный закон от 19 июля 2018 года номер 219 в заявлении изменений в федеральный закон об оружии, который дает россиянам право самостоятельного снаряжения патронов к нарезному охотничьему или спортивному оружию для личного использования. Такое право предоставлено гражданам Российской Федерации, впервые приобретающим огнестрельное длинноствольное оружие после соответствующего обучения, осуществляемого в рамках изучения правил безопасного обращения с оружием. Исключение, в части обязательного обучения, составляют граждане, кто к моменту принятия закона уже был владельцем огнестрельного оружия, а также граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания, или классные чины юстиции, либо граждане, вышедшие из этих организаций на пенсию, соответственно, эти изменения позволили легализовать оборот пороха, капсюлей и других составных частей боеприпаса для нарезного оружия. И сейчас они поступили в оружейные магазины, которые, кстати, будут осуществлять такой же контроль, как и при торговле патронами, то есть составные части можно будет купить только по разрешению на нарезное оружие. Самостоятельное снаряжение патрона в процесс увлекательный и важный, но и опасный. Он, безусловно, является неотъемлемой частью оружейной культуры, но вот ажиотажного спроса после принятия этого закона мы не увидели. Владение оружием не только право, но и ответственность. Владеете ли вы оружием? И чтобы вы порекомендовали тем, кто хочет его купить? Да, я владелец оружия. Профессия обязывает. Это связано со службой многие годы работая в силовых структурах. По поводу рекомендаций, то здесь все просто. Прежде всего, для себя нужно определить главное, а есть ли необходимость становиться владельцем оружия. Действующее законодательство весьма требовательно. Кроме того, это еще и дополнительная, значительная ответственность как перед собой и близкими, так и перед окружающими. Нужно взвесить все обстоятельства, возможность обеспечить соблюдение правил хранения, быть уверенным в отсутствии доступа к месту хранения как посторонних лиц, так и близких людей. Фото, разгвардия. Виктор Золотов на специализированной выставке специальной техники. Есть еще и юридическая сторона вопроса. Нужно в совершенстве знать нормы законодательства, регулирующие оборот оружия, его транспортировку, применение. К сожалению, нередки факты превышения правил самообороны, которые заканчиваются уголовной ответственностью. Достаточно часто встречаются случаи привлечения владельцев оружия к административной ответственности за нарушение правил хранения и транспортировки. И всегда нужно помнить, что оружие относится к предметам повышенной опасности. В вопросах его оборота нет мелочей и исключений. Обратная связь с отделом силовые структуры. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес crimeatlantico.ru, что происходит в России и в мире. Объясняем на нашем YouTube канале. Подпишись. Беседовал Игорь Надеждин.